Ежегодно 2 августа десантники купаются в фонтанах. И не только потому, что это весело. Для некоторых это априори основная традиция праздника. Есть несколько версий происхождения этой забавы. По одной из них десантники купаются в фонтане, потому что в воде они видят отражение неба и хотят быть к нему ближе. Но таким образом 2 августа празднуют не все войны. Часто бывает так, что громче всех кричат и бьют себя в грудь, служившие не по-настоящему. В 11-й отдельной гвардейско-десантно-штурмовой бригаде считают, что настоящие десантники никогда не опорочат честь своих войск подобным поведением. Купание в фонтанах, я считаю, недостойно для воина-десантника. Я думаю, что настоящий десантник так делать никогда не будет. Но несмотря на это, десантники Улан-Удэ все же заставляют беспокоиться сотрудников полиции. Два года назад практически каждый пятый десантник отмечал праздник в алкогольном опьянении. Правоохранительным органам пришлось буквально на каждом шагу сопровождать их. Не обошлось мероприятие и без демонстрации физической силы. Это зависит от воспитания человека. То есть, как он воспитан, так он и будет себя вести. Если заложено у него, что есть честь, когда ты одеваешь берет, когда ты одеваешь тельняшку, ты за собой чувствуешь какой-то долг. Долг перед Родиной, долг перед государством. И, соответственно, если кто-то отслужил, допустим, в воздушно-десантных войсках и позволяет себе делать это, то я считаю, что чести вот таких людей нет. Завтра празднование начнется с обязательного возложения цветов к памятнику Черный Тюльпан. Десантники традиционно соберутся, чтобы потом колоннами отправиться в центр города. Воины-десантники обязательно продемонстрируют показательные выступления. Мария Масканян, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ.